В целом, вы ничего не поменяли. Вот как люди пользовались вот этой вот табуреткой, они так и продолжают. И более того, я пришла информация, что после вот этой нашей дискуссии вы теперь собрали всех водителей и сказали им убрать табуретки. В чем проблема? Почему хотя бы не признать, что это было бы хорошо, просто собрать это долбанное совещание, это правительство, поставить задачу, разработать этот проект, хотя бы чтобы было к чему стремиться, а не рассказывать о том, что вы поменяли газели и резину на них поменяли и обслуживаете их раз в год, меняете колодки, масло в двигателе. Ну это же абсурд полный. По поводу поездов и общественного транспорта. Продолжается наш батл с официальной катаринской пропагандой по поводу общественного транспорта, организации и поездок из районных центров в столицу Чеченской Республики. И очередной раз на этой неделе Чингиз Ахматов, иллюзионист, ответил на наши доводы о том, что 25 лет ничего в этой сфере не изменилось, не изменилось. До сих пор люди ездят на газелях, вытаскивают табуретку для дополнительного пассажира. И вот что нам на это ответил иллюзионист в своем видео. На данный момент Чеченская Республика – это один из четырех регионов России, где полностью на все 100% обновлен автопарк гражданских перевозок. В настоящее время гражданские перевозки на маршрутных такси осуществляют 1225 автобусов. Это в основном автомобили Vector Next и Gazelle City. Они намного комфортабельнее газелей предыдущего поколения. В этом году планируется закупить еще 45 автобусов повышенной комфортности. Вообще любые какие-то проблемные вопросы, которые у нас возникают, решались, решаются и будут решаться. За 25 лет полностью обновлен парк общественного транспорта. И это тот ответ, который нам дали на нашу претензию. То есть, последите просто за этой мыслью, это очень важный момент. Мы говорим, что за 25 лет в этой сфере ничего не изменилось. То есть, люди как ездили на газелях, на маршрутках в Грозный, из районных центров, они также продолжают ездить на этих же маршрутках из районных центров в Грозный. Как они тогда вытаскивали эту табуретку и сейчас не вытаскивают. На это нам говорят, что как у нас, как это ничего в этой сфере не изменилось. Мы полностью обновили этот парк. И потом говорят, что теперь у нас там ездят автобусы такой-то марки. И угадайте, какая вторая, та же самая газель. То есть, неужели, иллюзионист, ты реально полагал, что наша претензия в том, что вы конкретно вот на той самой маршрутке, которая условно в 2000 году из Ачвай Мартана ездила в Грозный. То есть, ты полагал, что моя претензия в том, что это та же самая маршрутка. То есть, именно вот эта самая газель конкретно с этим водителем и сегодня тоже ездит оттуда в Грозный. То есть, вы, отвечая на нашу претензию, вы говорите, нет, мы полностью обновили. У нас теперь не эта газель ездит, а другая газель. Она чуть-чуть новее. Но это ведь все та же самая газель. Претензия, она не в том, что вы не меняете автопарк. Претензия не в том, что вы конкретную газель не поменяли. Наверняка эта газель не раз менялась за эти 25 лет. Вряд ли газели просто столько не ездят. Они, как правило, российские машины очень быстро уходят из строя. Поэтому сами газели, маршрутки, которые ездили в 2000 году, я уверен, что ни одна из них сейчас в 2024 году не ездит. Там новые газели. Но вы поймите, что даже если вы все эти газели поменяете на Mercedes Vita, и все маршрутчики у нас будут ездить на Mercedes Vita, от этого суть не изменится. Это будет все та же самая маршрутка. То есть вы никак сам концепт не поменяли. 25 лет прошло, и вы считаете достижением, что вы сами эти машины поменяли. Ты бы нам еще рассказал о том, что вы резину на них меняете раз в год. Это тоже обновление автопарка, что вы проходите техническое обслуживание, колодки на этих газелях поменяли. Что это за уровень дискуссии такой? Наша претензия к вам в том, что эта отрасль, она во всем этом мире, в нормальных странах, там, где власть заботится о процветании народа, о том, чтобы людям было удобно, они как-то меняют. Сам подход, сам этот концепт меняется. Люди строят железные дороги, закупают хорошие продвинутые поезда. Да, но вы нам говорите, что просто поменять одну газель на другую, пусть даже она будет там чуть новее, это и есть то самое благополучие, которого мы все ждем. На самом деле, даже если вот принять все то, что в этом видео вы нам сказали за правду, даже это не было бы решением проблемы, это не ответ на нашу претензию, понимаете? Хотя в самом своем видео вы, конечно, лжете. И, конечно, ничего там полностью, даже обновление этого транспорта в полном объеме там не произошло. Понятно, что какую-то сферу вы там где-то реально какие-то поновее машины закупили, но в целом ничего не поменяли. Вот как люди пользовались вот этой вот табуреткой, они так и продолжают. И более того, я пришла информация, что после вот этой нашей дискуссии вы теперь собрали всех водителей и сказали им убрать табуретки. Теперь водители, значит, не должны сажать людям табуретку. Ну, хорошо, вот вы уберете табуретки, водители не будут сажать дополнительного там пассажира, дополнительного дохода они там лишатся. Но от этого сфера, опять-таки, никак не изменится. Как были вот эти газели, как люди ездили из районных центров в этих потных маршрутках, в эту нашу жару летнюю, в эту духоту. Как они ездили, они так и будут ездить. Ничего, понимаете, 25 лет вы ничего в этой сфере не изменили. И вы пытаетесь засмеять саму тему железных дорог, хотя вы прекрасно понимаете, что вам на это ответить нечего. Почему во всем мире строят эту железную дорогу, везде запускают эти поезда электрички, удобные, со всеми необходимыми удобствами. А вы на это нам отвечаете тем, что вы показываете, как плохо живется в Европе. Это, то есть, ваш аргумент на то, что мы говорим, что 25 лет в сфере гражданских перевозок вы ничего не поменяли, вы эту сферу никак не усовершенствовали. Вы говорите, посмотрите, как на самом деле плохо обстоят дела в европейских странах. И вот вы показываете вот этот ролик. Вот вы показываете, значит, и вот это типа Франция, там, Германия и так далее. Ну, смотрите, я... Ваша проблема в этом вашем доводе, она в том, что мы с вами не будем это оспаривать. То есть, мне неинтересно доказывать вам, что в Европе на самом деле хорошо. Мне это неинтересно. Но этот аргумент, он работает против конкретно вас, потому что, показав, допустим, людям, которые вам верят, допустим, представим, что есть такие люди. Вот посмотрели они этот ролик и подумали, как плохо во Франции, как плохо в Германии. Там одни наркоманы, там проституция, там все очень плохо. Но смотри, вот этот человек, допустим, проживающий в Европе, европеец или, как мы, эмигрант, он в этой плохой Европе, где все наркоманы, где очень плохие условия для жизни, вот все вот так лежат на улицах грязно, все очень плохо, как ты говоришь. Но вот этот европеец, он сядет, если ему нужно будет поехать в столицу своей страны или в соседний город, он сядет в комфортабельный поезд, в котором будет и детская зона, что пока они будут ехать там час, полтора, два, чтобы дети могли играть в этой зоне. Там будут все удобства, будет туалет, для инвалидов все будет. То есть даже на коляске заехавший в этот поезд человек сможет воспользоваться сам узлом. Там будет вагон-ресторанчик, где ты сможешь взять себе кофе, тоже какие-то даже там бутерброды. Там не будет духоты, не будет жарко, там будет работать кондиционер. Вот идеально просто, идеальные условия. И мне не нужно будет стоять на светофорах, понимаешь? Вот этот, представим, вот этот плохой европеец, наркоман, весь такой нетрадиционный, с какими-то там неопределившиеся по-генданному, как ты там упрекаешь. Вот этот человек, он вот в таких условиях поедет в соседний город. А высоконравственный человек у нас в республике, где все так высоконравственно, где вы такие хорошие представители власти, такие высоконравственные, вы заботитесь о народе, там вот этот житель какого-нибудь, какой-нибудь Знаменской или Шилковской, он выйдет, зная, будет держать в голове, что в Европе все очень плохо, Франция загнивает, Германия вот-вот сейчас развалится, все наркоманы. Зная это, вот с этой информацией, он выйдет, сядет в эту потную маршрутку, под 40 градусов будет жара, он сядет в эту маршрутку и поедет час-полтора до Грозного, во всех пробках будет стоять, на светофорах, там вы, кто-то из ваших кадыров или его дети, кто-то там будет ехать, будет перекрыт весь город, он будет стоять, ждать, пока проедет этот картель, чтобы дальше поехать, опять пот, духота, невыносимые просто условия, понимаешь? То есть этот доход работает против вас же самих. Если вы показываете, что в Европе все так плохо, ну тогда вы должны сделать так, чтобы у нас было лучше, чем в Европе. И сделайте, мы это не против, сделайте для людей. Вы поймите, когда вы что-то, например, вот устроите какие-то там здания, что-то там город строите хороший, никто ведь вам не говорит, не строить. Нормально это в любом случае, вы уйдете, вас не станет, то, что построено, останется для людей. Вот точно так же, построите нормальную железную дорогу, сделайте сообщение с районами, сделайте нормальные, нормальные поезда закупите, в том же Китае, очень хорошие поезда, закупите буквально два вагона хорошего, комфортабельного поезда. Поставьте в каждый район, чтобы можно было доехать на поезде, буквально за час там, в любой у нас самая дальняя точка 80 километров от Грозного. Меньше, чем за час можно доехать. Представьте, сколько населенных пунктов, по ходу, будут связаны. Например, с Очкой Мартана, если ехать до Грозного, представляете, сколько там населенных пунктов, между Грозным и Очкой Мартаном, которые также будут, через которые эта железная дорога будет проходить. О, на Ингушетии у нас при Советском Союзе вообще была эта железная дорога, почему ее не восстановить? В чем проблема? Почему хотя бы, хотя бы не признать, что это было бы хорошо? Просто собрать это долбанное совещание, это правительство, поставить задачу, разработать этот проект, хотя бы, чтобы было к чему стремиться, а не рассказывать о том, что вы поменяли газели и резину на них поменяли, и обслуживаете их раз в год, меняете колодки, масло, двигатели. Ну, это же абсурд полный. Возьмите, поставьте это хотя бы на план, чтобы у людей была хотя бы надежда на то, что эта сфера будет исправлена. И еще давайте помимо вот этого вот сообщения районных центров с Грозным, ведь есть еще масса других вопросов, которые также за 25 лет никак не менялись. Как обстоят дела с автолюбителями? Вот ты в своем ролике гордясь сообщил, что в 10 раз увеличилось количество чеченцев, обладающих собственным транспортом. Это отлично, хороший показатель. А как обстоят дела с страхованием, с обязательным страхованием ответственности этих автомобилистов? Смотри, 25 лет назад, в начале нулевых, дела обстояли так. Выезжал на дорогу человек, допустим, на дорогой машине и выезжал на разбитой, там, копейки, шестерки тип. Они совершали ДТП, если. Тот, кто невиновен, он, если у него машина новая, он бросал ключи тому, кто виновен. И если вот этот вот бедный человек на старой шестерке, например, разбил какую-нибудь дорогую премиальную машину, то он должен был, этот ему отдавал ключи, говорил, она у меня не битая, не крашеная, новая, я хочу точно такую же. И вот этот бедный человек должен был продать свою рухлить, продать дом, продать почку, селезенку, почки своих детей, чтобы ему, значит, эту машину восстановить. Вот так обстояли дела 25 лет назад. Как они обстоят сегодня? Это тоже та сфера, которая никак не поменялась. У нас ровно точно так же обстоят дела. Вроде бы есть ОСАГО, обязательное страхование, но почему именно в Чечне оно не работает? Почему у нас люди, попавшие в ДТП, они ведут себя так, как будто бы этого ОСАГО не существует? У нас ОСАГО это просто такой документ, который должен быть, когда тебя остановит гаишник, ты ему просто должен его показать. Но какой-то смысловой нагрузки этот документ вообще не несет у нас в республике. Почему? Почему, например, если ты разбил там С-класс какой-нибудь новый, новый? Почему, допустим, я разбивший его по своей вине, почему я должен ему купить новый С-класс? Вот смотри, точно это такой же аргумент. Вот в этой Европе, которая все так плохо, наркоманы, вот разруха, все очень-очень плохо. Здесь, когда ты попадаешь в ДТП, ты просто сообщаешь об этом своей страховой компании, и у тебя вообще не болит голова по поводу восстановления машины. Вот ты, например, выехал, у тебя недорогая машина, разбил какой-нибудь премиальный автомобиль, Rolls-Royce какой-нибудь, разбил? Ты не должен, он тебе не кинет документы с плечами, хозяин Rolls-Royce. У тебя вообще не должна болеть голова по поводу, как его восстановить, что там, ему новая машина, или ему ее сделают, вообще тебя это не волнует. Потому что работает вот та самая ОСАГО. Это обязательное страхование, если учесть, что у тебя даже ничего другого нет, какой-нибудь добровольный, полный каски у тебя нет. Но вот эта ОСАГО, которую тебя обязывают делать, она работает в этой плохой Европе, у этих плохих европейцев. А почему у тебя в республике, ревизионист, где культура, ты говоришь, если вот вы пытаетесь там защищаете свою культуру, ты так вот очень гордо так об этом заявлял, и я не против, это наш культуру нужно сохранять. Правда, не ту, которую вы там пытаетесь людям навязать, где у вас Кадыров кормит с ложечки жену, ну, в общем, понятно, что под культурой у вас там совершенно другое, но я в целом за то, чтобы сейчас культура была сохранена. Вот почему у нас в республике там, где все, как ты говоришь, прекрасно в сравнении с загнивающей Европой, почему попавший в ДТП человек, у него должна болеть голова, как теперь быть с этим автомобилем, который он разбил? Почему вообще у нас какая-то другая оценка вот этих вот автомобилей происходит? Почему, когда, например, автомобиль, если он не битый, не крашеный, то если ты его разбил, то даже если он тебе не кинул документы, то ты ему какой-то должен разницу, вот ты ему сделал сам автомобиль, после этого у него цена почему-то там, она была до этого, когда он был не битый, не крашеный, одна, теперь она другая, ты ему теперь какую-то сумму должен нам разницу возместить. Это в лучшем случае, если он тебе не кинет ключи. А так, в большинстве случаев мы должны эту машину выкупить, значит, найти ему такую другую, либо деньгами ему заплатить, потом свою делать. Почему? Давайте вот это вот вторая, такая же тема, займитесь этим вопросом. Сделайте так, чтобы у нас работали эти обязательные страхования, чтобы человек, попавший в ДТП, чтобы у него вообще не болела голова, что там делать с разбитой машиной. Пусть у него болит голова о своей машине. Только об этом у него должна болеть. А вопрос с той машиной, которую он разбил, пусть лишает его обязательное страхование. Или если мы займемся этой проблемой, там кормушка у каких-то людей закончится. Ведь это ведь кормушка, ведь это эти деньги, которые обязательно должен вложить каждый водитель, это деньги, которые идут кое-кому в карман. И если из этого кармана потом платить за ремонт автомобилей, то там денег станет меньше. Поэтому, может быть, поэтому нам невыгодно навести порядок и в этой отрасли. Займитесь и этим вопросом. И я буду вам накидывать немало таких тем. Каждый раз будем в эфире поднимать эти вопросы. Потому что недостаточно того, чтобы вы просто показали новый автобус и показали, как плохо в Европе. Что здесь наркоманы, проститутки и какие-то там плохие ценности. Вот видите, даже с вами никто не спорит на эту тему. Хорошо, вы говорите, здесь плохо. Здесь наркоманы. Хорошо, окей. Пусть здесь будет плохо. Но вот в этой плохой Европе комфортабельно. Вот эти наркоманы могут спокойно, комфортабельно доехать до пункта назначения на комфортабельном поезде. И в случае попадания в ДТП у них вообще не болит голова. Страховая компания работает, все вопросы закрывает. Сделайте так, чтобы у нас, в нашей высоконравственной, культурной республике, в нашей среде, тоже наши люди могли также пользоваться хорошим, качественным гражданским транспортом, гражданской перевозкой. И могли точно так же услугами автомобильного страхования воспользоваться в случае ДТП. Работать? А, еще один момент, иллюзионист. Смотри, ты руководитель официальной пропаганды, поэтому для тебя многие вещи непростительны, которые простительны там для обычных людей. Вот смотри. Количество только официально зарегистрированного транспорта в нашем регионе составляет 451 740 единиц по итогам 2023 года. Не 451 тысяча, иллюзионист, а 451 тысяча. Ведь ты ведь, в отличие от меня, даже не в эфире, то есть если бы ты, ведя эфир, будучи онлайн, где-то там оговорился бы, можно было бы это понять. Но ты записываешь видео, в котором совершаешь такую грубую ошибку в русском языке, значит, говоришь 451 тысяча, и после этого ни ты, ни те, кто готовили, монтировали, никто это не исправляет. Черт возьми, тебе даже в кадре там нет, это можно было просто голосом перезаписать, исправить. Но нет, ты это не делаешь, пускаешь это в эфир. Ты пойми, что, да, Кадыров, он, в принципе, нормально не разговаривает на русском языке, но ты ведь претендуешь на то, что ты такой образованный руководитель местного телеканала, ты должен хотя бы русским языком владеть на более-менее таком уровне. Поэтому больше подобного не допускай. Если где-то оговорился, ну, исправляй. Субтитры создавал DimaTorzok